Когда это сладостное лицо, лотосное лицо Шиматератики появляется на шоу Гурдеев, он восклицает, он радуется, испытывает особый восторг от этого. Гауравани очень прекрасно рассказал те чувства, которые начинают пробуждаться, они проявляются, они наполняют сердце Кришны, сердце Мохана. Когда Шиматератика лотосное лицо, она в своем любви. И когда лицо Шиматератики, лотосное лицо Шиматератики цветет от любви к Мохану, подобно Шмелю, он не может устоять, он не может сопротивляться сердечному влечению к этому нектару. Он не может сопротивляться. Просу your blessing And this lake The lake of her love Is so deep And it's so It's special because also The moon is shining Full moon It's like a full moon atmosphere And the waves That come from this deep love Are like very И это озеро, истинное любви Шримати Радики, очень глубоко, и когда подымается из этого озера луна, она приводит в волнение этого озера, и подымаются сильные волны на этом озере. И эти сильнейшие волны. Переживания, экстаза Шримати Радики и ее любви к Моханов, они приводят Моханов в такое состояние, когда он теряет сознание, и он полностью овласть этих волн. Продолжение следует... И служанки Шримати Радики, видя эту прекрасную картину, они очень радуются тому, как ее любовь полностью заполняет все вокруг, все как это наводнение и любви ее чувств. И эта любовь побуждает каждого танцевать. Шримати Радика танцует, Кришна танцует, Тася и ее злого подруги все танцуют. И этот танец не только выражен в движении стоп, это танец их сердец, это танец их чувств, и их глаз, танец радости в их сердцах, все движется, все танцует охваченно этой любовью. И ее волосы, ее локоны, волосы, это не просто локоны, это же ее чувства. И она имеет эти локоны волосы, белые, как бамблбис. Бамблбис – это Мохан, ее волосы, которая растет так красиво, так неизбежно красиво. Это ее полные эмоции, ее полный любовь Мохан. И она очень привлекает. Здесь очень красивое такое сравнение Прабхамансасова приводит. Он говорит, что сияющий лотос лица Шримати Радики окружен ее вьющностью черными и сине-черными волосами, которые подобны шмелям. То есть это уже указание на Кришну, то есть Кришна устремлен к этому лотосу. Кришна – это не только лотосу. Я имею в виду бамблбис, как Мохан, но также очень, очень красиво. И Манджария всегда готова, чтобы служить ей в любых моментах, когда есть какие-то нужды. Когда черные волосы отстанутся. Мейт-сервант всегда готова в любых моментах, чтобы служить ей в любых красивых волосы. И Манджария, служанки Шримати Радики, они всегда готовы служить ей в виде этой сиянии, они всегда готовы служить ее черным и сине-черным волосам. Я хочу добавить немного о том, что волосы отстанутся. Я хочу добавить немного о том, что волосы от Радика. Так, маленькие волосы. Очень часто я могу видеть, что в тентакургии от Радика, волосы отстанутся. И мы знаем, что в тентакургии от Хила Нарайна Госвами Махарадж, Сева Кунж, есть две версии. Первая, Радика, с этой частью, она стана. И другая, она с локами. И я помню, когда Шьямарани Диди, первое, она панировала вот эти цепи, из Радика, в картинке. Гуру Деву сказала, что нет, это не так, потому что эти локки, они называют алака, и это часть из Сварупа Радика. Это часть из Сварупа, это точка на чин, и эти алакки, они должны быть такие, потому что даже здесь, в нашем материальном мире, у нас так же, где-то, что у呆, с которым, университет, он из-за того, его, университет, с которым, университет, с которым, университет, это, какого-то, 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 somehow more like it's different it's different from the straight so for me every time i'm seeing takurgis when where radhika is with straight hairs it's like lakshmi because she's not flirty she's not so crooked she's not um in man she's not changing her mood so fast she's not an enchanter of krishna she's like straight you know but radhika it's like her the part of her svarub these curly hairs so guru def and i want to conclude so narayana maharaj uh he told the painter no you should repaint the hairs to be this uh curly and this will be like real radicals curly hairs yeah yeah Dada сказала что просила прощения немножко задержалась компьютер что то не получался долго не закружался зум в общем я по поводу волос я часто тоже они приходят на ум потому что часто видишь божества, и на многих божествах мы видим Радику с гладкой вот этой частью, да, у неё прикрыты волосы, но вот эта часть, она гладко да, оформлена волосы и я тоже вспомнила, как картина Савакунш вот наша любимая, которая у всех находится дома есть две версии, и вы, наверное, тоже видели в первой версии у Радики прическа прямая то есть здесь волосы не выбиваются в кудряшки а вторая, где прямо кудряшки кудряшки, и история с этим связана такая что когда Шимарани Диди написала картину, когда у Радики была прическа без кудряшек Шила Гурудеф Нарайана Махараш он сказал, нет-нет-нет, это часть сварупы, Радики, вот эти аллаки то есть эта аллака называется, вот эти кудри, и они не зря, да, у неё, то есть это не просто, да, вот можно так, а можно эдак это часть её сварупы, так же, как и точка мускуса на подбородке, Радики без этого нет, я сказала, что даже в этом мире, да, считается, ну, было психологами замечено или кем-то что человек, обладающий прямыми волосами, имеет другой ум нежели человек с кудрявыми волосами то есть с кудрявыми это означает ум более, вот он какой-то более, ну, может, непредсказуемый такой, да, подвижный, более изменчивый, да, как Радика, она Мохана, чем она очаровывает? Быстрой сменой своих эмоций маном, да, она его может ошарашить, она его просто может сбить с ног, Лакшми такого не может, и когда я вижу Радику с гладкой прической, мне кажется, что это Лакшми Дэви, такая покорная, да, предсказуемая, идеальная ведическая супруга, да, Господа, которая вот, она ему таких не преподносит сюрпризов, как Радика, которая своей Махабавой она просто сводит с ума, да, поэтому Аллаки, её волосы, кудрявые пряди волос около лица, да, и вообще её, да, её называют щурсткубами сварупа, то есть облако из кудрявых волос, когда вот, да, её чувства полностью раскрываются, как волосы, и вот это как, просто как облако из-за кудрей, вот, поэтому вот тоже вспомнилось, рады-рады. Спасибо, рады-рады, а можно я тоже добавки, вы сейчас можете же переводить, я тоже хочу, у меня есть любимое место вообще, вот видение служанки на кудре, как она видит, увидела, если можно, я два слова ставлю, рады-рады. Конечно, конечно, да. Можно, да, Говен Дамасимовна? Конечно, да. Меня, знаете, вот в этих кудряшках, спасибо, Суните, что, да, вы прям глубоко, глубоко нас погрузили в эти эмоции, волос, да, от волос, красоты, и мне приходит на ум, ну, как бы, на ум, на сердце, любимое вот качество, когда служанка кинкарит, она расчёсывает, волос, да, расчёсывает бедышком, и она распутывает каждую, знаете, каждую волосиночку, и она видит вот в этом, в опьянении, да, в любви, вот этого океана, эмоции рафики, она видит это, что это каждая мысль о нём, и поэтому она чёрная, и поэтому она вьющаяся, и поэтому она бесконечная, и она понимает, что носит буквально на своей голове, то есть вот эти её волосы, это, да, это понятно, всё, красота, но это мысли о нём, вот у меня вот этот масштаб, знаете, что каждая мысль это о нём, Давида Махини. Yes, brilliant, brilliant. Редак, сейчас, please. Yes, yes, so amazing, amazing meditation. Радаговинда, he asked to add also a little bit, he's very thankful for you, for your very deep comparison, yes, with this, how to say, not comparison, for this meditation of how my servants how they're serving the hairs of Radhika when they entangle all the knots and so Radha Govinda he continues that for him it's like something amazing when he's trying to feel what mantras are feeling when they are combing very slowly, slowly making the seva they are combing the hairs of Radhika this curly cloud of hairs of Radhika open hairs and when they are combing very slowly they can see my servants that each each thread each lock of her hairs and even even one hair one this curly hair it's the third of her her beloved is the third of Krishna so she's thinking all this mass of hair it's all her thoughts about her beloved and each and every it's very very dark it's bluish black so it's like third of Krishna third of Mohan so she's when she's combing she's diving deep in this unlimited thoughts of Radhika of her beloved and emotions so like this thank you thank you a добавлю govindabachini can you say two words that what every and a lot of they are we know to our 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 но уже, знаете, как океан любви. Ну, скажем, не мёда или сладости, вот океан мысли о нём. Ну, представляете, миллиарды, миллиарды. И эти мысли, они почернели, они были светлыми, голубыми, золотыми, но они почернели, потому что они все о нём. То есть такая жажда, знаете, вот помните, как бусинка Говинда Махини, она, когда, знаете, когда она вдыхает, она чернеет. Она чернеет, мысли о нём. Но когда он выдыхает, красная. Все вот эти волосы, этот масштаб, да, и это, получается, ещё один океан, да, то всё ракики много, помните, Гурдев говорил, да, океан сладости, океан там елотов и стоп, сияние. И вот океан, представляете, вот этих волос, их миллиарды. И служанка, знаете, как оказалось, она восхитилась. Да, и она, короче, этот наш ачарь, я не помню, или Рагунатх, или Казахстанда, он выпадает от эмоций этих, он выпал с адеков, вешу, поёт, молится и плачет, когда же опять вот этот океан волос, пусти меня, рады, рады. Это вот про океан волос, это из Вилапа Кусуманджили? Да, да. Ну, либо вот Шестератха Судханитхи, но это я две книги читаю. Рады, рады. Also, Radha Govinda is adding, he's saying that it's probably, maybe from Radha Rasa Suda Nidhi, or Вилапа Кусуманджили, because he's reading simultaneously two books, and he's saying that this lila of combing hairs, it's also the diving deep into the ocean of thoughts of Krishna, because these open hairs is also like another ocean. We know from the book, from Radha Rasa Suda Nidhi, that Radhika is embodiment of several oceans, of five oceans, or seven oceans, and it's one more ocean, the ocean of her thoughts, of Krishna, and he's saying that before Radhika's thoughts were like golden color, and they become black, because she fell in love with this boy, with this blackish, bluish black boy, so her thoughts become blackish blue now, and also he's saying another lila, when Radhika, she has this mukta on her nose, on the tip of her nose, and when she's making inhale, this mukta becomes black, because she's in love with her Mohan, and she's thinking of him, and when she's exhaling, this mukta becomes red hot, red, because it's like her raga, and her desire make her, make her hot, so he's mixing this lilas, and yes, and each and every curl, and every hair on her head, it's the thoughts of her Mohan, and it's amazing, and it's the reason of this completely bewilderment of maidservant, who is serving the hairs, so she's completely diving into this emotions of Radhika's, and she's in, diving deep into thoughts, each and every thought, because he's saying that, on our body, there are too much hairs, yes, but Radhika's hairs, even much, much more, and each and every hair, it's connected with Mohan, it's the soda, her beloved. Radhe, Radhe. So actually, why Radharani has to have these curly hair, these locks, because she's meditating on her beloved, and the character of her beloved is not strained. In Rasa, nothing is straight, everything is very crooked, because it's it's a Rasa full of jokes, and it's an erotic Rasa full of jokes. It's Parihas Ras, and that's why it cannot be straight, because straight is not astonishing. In Rasa ничего не бывает прямым. Madhuriya Rasa, любовная раса, erotическая, она исполнена каких-то двойных значений, шуток, двойного, многочисленного значения слов. Она Parihas, то есть там очень много места сарказму, шуткам, поэтому она не может быть прямой, понятной. она иначе не будет удивлять. Prabhudananda is in his kinkery form, and he is massaging oil on the limbs of Radhika, and she feels every thought which Radhika has about her beloved, and she is serving exactly according to this thought or meditation. So when Radharani is meditating on a special point, she is serving accordingly. So the whole scene is completely deep in the meditation and as we remember the bee is sitting in the tree or flying in the tree because he climbed up. we read in time how служ also служат Radhika предлагая aromantный massage with her прекрасной руки and her body and massaging her her every part of the body knows every every thought of her and she предлагает massage in соответствии with her her thoughts with what she is как она размышляет о своём возлюбленном. Поэтому мы можем видеть эту картину. И мы помним о том, что один чёрный шмель забрался высоко на дерево, он где-то там жужжит в кроне дерева. И он смотрит о том, как совершенным образом служанка совершает своё служение. И Радика чувствует не прикосновение служанке, а прикосновение Кришны, Мохана. Поэтому её лицо, оно расцветает от эмоций. Она чувствует, что это её любимый прикасатель к ней. Поэтому в этой сцене участвует не один шмель, да, Кришна? А множество шмелей — это также и мысли, чёрные шмели, как мысли Радики о её возлюблении. Потому что каждый шмель — это как ответ и мысль на каждую мысль Радики. Поэтому должно быть, там просто раи шмелей присутствуют. Эти раи находятся там для того, чтобы вкусить мёд мысли Радики о её дорогом возлюблении. А кинкари получают этот махапрасан. Чёрные шмели. Чёрные шмели. Я сказала, что меня всё время удивляло, когда в Лилах всегда описано, да, вот этот благодатный лес Бриндавана, и всё так там, да, милые животные, всё красиво. Но всегда раи шмелей. Я думала, вот если бы я в лесу рой шмелей увидела, я бы не подумала, что это очень милый лес, хороший. То есть меня всё время удивляло, откуда там раи, зачем они там нужны? Прямо так много, да, не одна две пчёлки там летают, жужжат, а очень много. Теперь вот Гавровани Прабу раскрыл эту медитацию, да, то есть что это значит, зачем, что они обозначают. И у меня маленький вопрос, Гавровин Дамасини, я самая последовательная. Он там обмылся в своём объяснении вначале, помните, он как бы продолжал мою муссу, да, или как бы вот, что у него, он сказал, что он раскроет причину появления вот этих, да, волос, откуда они, вот, их изначально, но что-то мне так показалось. Я не ранее, ну, как бы, вот, не понял ответ, не очень. Так. Смутно, наверное, да, что-то объясняет. По-моему, он не говорит, я не знаю, по-моему, он не говорит. Нет, он говорит. Ну, бог с ним. Thank you, thank you, Гавровани. Не знаю. Да, чудесно, чудесно. Но у меня есть вопрос. Я хочу отдать ему потом. Говинда, вы хотите, пожалуйста, вы переводите, пожалуйста? Да, да, я переводила. Я не знаю, я не знаю. Как для меня, я не помню, что вы говорили о том, что, Владивостки, вы сказали, что, в конце концов, вашего-четчика, вы говорили о том, что ракеты, родящиеся ракеты, ракеты, которые родящие ракеты, родящие ракеты, или что-то. Так, мы провели немного об этом. Возможно, где это было, это было, это или не было это или нет. Но, кстати, я переводил то, что он спросил. Thank you. She has, I will request to share that also. Yesterday morning she called and said to me. So please are subject to share and feel it. Beautiful. I'm listening, always listening. You don't think that I'm not there, but I want to listen more. When I come then you say to say to me. Thank you. 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 Wonderful, Guru. We enjoy your hiding and listening, and it's a special exchange of love. It's very tasteful. like that. Like this, you also. remind me that you are always there. Like you said so often, Guru Manjari is always there watching us, with us in a loving mood and bringing us to this daibag, this fixed manjari feelings. И вот то, как вы сейчас прячетесь на классах, мне напоминает то, что вы нам очень часто говорите о том, что Guru Manjari всегда находится с нами, мы ее не видим, но она с нами, она всегда ведет нас, она всегда направляет очень в любом настроении, мягком, развивать daibag, то есть она нас выводит на тропинку daibag. Вчера я читала из Уткалика Валари один стих, один стихов написанных в Шиле Рупе Госвами или Шиле Рупе Манджари. Я стараюсь всегда концентрироваться на вела по Кусу Манджали на молитвах Шиле Рагунатхи Даса Госвами, но иногда мне хочется прочитать и молитвы Шиле Рупе Манджари, да, Шиле Рупе Госвами тоже. Я чувствую разницу этих настроений, и Шиле Рупе Госвами всегда пишет о том, как Рада и Мохан вместе, об их единии. В то время, как Шиле Рагунатхи Даса Госвами, да, Туласи Манджари, она всегда зафиксирована на своем служении с вами. И я понял, в том момент, в Гуру Дисмарси, что это снижение Рада и Мохан вместе, если я не имею в виду, в этом состоянии, я могу легко вернуть в то, что-то старое, что-то старое, и смотреть, как я могу you know be in the gopi bath because it's more oriented easily oriented to have feelings of gopi bath means I am watching them and I also want to do like them with Krishna maybe Suniti it's about the prayers of Shilarupa Goswami you're saying yes I'm speaking now about reading of Utkalika Valeri prayers Suniti says that it helps me now to understand the prayer of Shilarupa Goswami Shilarupa Manjari when she says well what do you want me to do and she says their unity their meeting more clear Suniti more clear I read what do you want me to do how do you want me to do I don't understand he said Romani Karlos what do you want me to do I want you to do I want you to do I want you to do what I want me to do but now I can read Suniti said that once when I read молитвы у Калика Валари, где Рупа Гасвами описывает встречи Рады и Кришны, у меня легко ум соскальзывал в Гопи Баву, что мне бы тоже такие отношения с Кришной хотелось. Но теперь у неё новая перспектива взгляда на эти молитвы, когда мы стали глубже изучать молитвы Равунадхи Даса Гасвами. Если мы ещё не зафиксировались в нашей стае Бави, если мы в Манджари Бави не фиксированы, то, читая такие лилы, наш ум блуждает между телесной концепцией и нашей склонностью к Манджари Бави, к Сварупе. И оно такое неустойчивое настроение. И некоторые дебораты говорят, что Рупа Гасвами всегда пишет, когда Рады и Мохан вместе, они наши Иштады. Рады и Мохан вместе ума But that is not true. She is the first and the last and the middle and everything for us. And from the service that we do to her, we are feeling everything. And if we are fixed in this, we can also read utkalika И для чего мы читаем книги Рагунатхи Даса Госвами? Для того, чтобы обрести эту устойчивость в нашем настроении. Потому что многие бадты говорят, что Рупа Госвами писал про Радху и Кришну вместе. Значит, наши штадефы — это Радха и Кришна. Но нет, Манджари Бава — это только Радика. Это настроение преданности Радике. То есть она для нас альфа и омега. То есть начало, конец. То есть она всё, в ней всё. И сосредоточившись на ней, Манджари может прочувствовать встречу Радхи и Кришны. То есть только через неё. Поэтому, читая Вилапа Кусуманджали, мы можем уже потом возвращаться к Путкали Кавалари для того, чтобы в правильном настроении читать эти молитвы и воспринимать их. Радхи и Кришна. Радхи и Кришна. Радхи и Кришна. Радхи и Кришна. Радхи и Юрия. Радхи и Кришна. And you said that Rupa Manjari is training us and then Ananga Manjari is testing us, right? Yes. So, but you said that in Rupa Goswami's books, there are not so, the Manjari Baba is not so fixed like this. It's not so visible. It's like together. I will answer this later, but first you translate, otherwise we forget this part. It's important. Okay? Okay. And Sunita said that Rupa Goswami, книги Rupa Goswami и Rupa Manjari, они тренируют души для того, чтобы достичь своей цели, своей бавы. И потом Нитай, да, Гурудев нам сказал о том, что Нитай — это Ananga Manjari. А какая функция Ananga Manjari? Она является и найкой, и служанкой. У неё и то, и то настроение, которое меняется, то есть которое может, да, измениться. И она знает и то состояние, да, быть Найкой Кришны и быть служанкой Радики Кришны. Поэтому она тестирует, она каждую душу, она тестирует на то, на стаи баву, да, кто же ты, кто же ты по-настоящему. И потом отправляет назад, если это бава, не Манjari бава. И поэтому Сунити говорит, что в нашем уме есть очень такая тонкая, вот эта грань, тонкая настройка, которая, если мы утверждаемся в своей Манжаре Баве, в этом настроении преданности всецелой Радики, потом мы можем читать любую лину, и у нас ум не будет уходить, да, не будет колебаться в другое настроение, да, вот в настроение склонности, да, к Кришне, вот эту Найка Баву. Поэтому она говорит о важности сначала зафиксироваться в настроении. То есть это была первая часть её, а вторая часть её была про руку Гасвами. И я спросила, что она сказала, что нас тренирует рука Гасвами. Но я говорю, а почему тогда он книги писал, где, ну, не как Рагуна отхода с Гасвами, почему в книгах не описано так узко, да, и так однонаправленно и конкретно именно Манжаре Баве? Она говорит, сначала переведи, потом, иначе всё забудем. Мы не можем разделить руку Гасвами. Потому что Рупа, мы будем понимать, по желанию Рагуна. Потому что Рагунатас Госвами это для Прайорджан. И Рупа Госвами это для Абидея. Извините, я не забыла, потому что мой сын был... Мы не можем отделить, как это поет Ратам Такур, Рупа Рагунатха. В Баджане он поет, что Рупа Рагунатха они всегда вместе. И мы не можем отделить. Рагунатас Госвами показывает Прайорджану, а путь к этой Прайорджане показывает Рупага с вами. Рады, Рады. Рады. Рады, Рады. Я просто хочу рассказать, если это все-таки. Пожалуйста. Сунити Диди was just being such a beautiful in-depth realization of the importance of Utkali Kavalari. Сунити сейчас сказал о важности чтения Utkali Kavalari. Because when I was also reading it some time back, I understood that it's always, Рады, Кришна, Сунити said, it's always the Samsneha who is there, right? Когда я читал какое-то время назад, я тоже удивлялся, что в книгах Рупага с вами там Sama Sneha, там и Рады, и Кришна вместе. So actually, I was thinking now that it's a very important book and why. Because it's testing us. As Suniti said, it's a test for us to see where is my bhav, where is my feeling, where am I fixed. И сейчас я понимаю важность этой книги, потому что, как Сунити сказал, это своего рода тест. Тест на bhavu. Где я нахожусь, с кем мое сердце, мой ум, на кого я больше настроен. So if I'm in Gopi Bhav, this book is very tasteful. If I'm in Gopi Bhav, в Gopi Bhav нахожусь, тогда эта книга для меня очень вкусна. But if I'm in Manjari Bhav, something is not fitting in this book, when we read it. The frequency is not matching. Right? А если я в Manjari Bhav хочу этого, да, или нахожусь уже, то эта книга, я её читаю и чувствую, что что-то не совпадает. Какие-то есть, какой-то диссонанс присутствует. То есть, что-то мне там не очень по душе. Actually, for those who are practicing Manjari Bhav, they can't sense it when they read Utkali Kavallari, that the frequency is not matching. И те, кто практикуют действительно в Manjari Bhav, именно они могут, читая книгу Rupa Goswami Utkali Kavallari, они могут понять, что там какой-то диссонанс есть. То есть, у них есть уже это развлечение. So in that sense, I felt this book is a very good indicator for me, for us, as soon as you said, to see where am I positioned. Am I Radha Dasi or do I still have other tendencies? So sometime back when I felt this frequency was not like it was not there, I asked Gurudev and Gurudev just gave a very like smiling and laughing. Gurudev, why were you laughing that time? И когда я читал эту книгу, тогда я сказал Gurudev, что есть какой-то диссонанс, Gurudev посмеялся надо мной, говорит, Gurudev, почему смеялись? Расскажите. I love that he's still in Gopi Maha. Я смеялся над ним, потому что понял, что он все еще в Gopi Maha. So what to do? That be careful. One thing, more realization come to me today. What do you do? Just be careful. Еще одна реализация. What are you asking me about the big sakhis in the temple? What is that? I said that there's Lalita and Chitra is Krishna's side and Vishakha and Champagrata is Radha's side. I said that Lalita and Chitra are the side of Krishna and Vishakha and Champagrata are the side of Krishna's side. Then she asked what is the service of Lalita? Then I said she's very strict and this. Then what is the service of Chitra? I said picture making. Anything she can see she can make the pictures. and Vishakha and Vishakha is similar like Radhika and Vishakha. She can share everything. Radhika needs. Someone can... my mood. I can share and I can listen. love increases when you listen about your lover. Beloved and lover. So same mood is required. and Champagrata is only arranging to how to entertain them. Champagrata организует для них развлечение. and this entertainment bhajan kirtan all the program what is happening in that activities in the temple this is the work of Champagrata. loving nature fighting nature this all Champagrata is creating. Champagrata создает настроение и такое миролюбивое и воинственное там. where you see the most harmony Champagrata is very active. Harmony love care Champagrata is where you go and you don't want to go out from that is Champagrata if you come and don't want and don't want to go out of this place it is also a work Champagrata and her mood then she asked what is the nature of the Rupa and Rati I said Rupa Goswami and his disciples Rati Manjari and Rupa Manjari then she asked what is Rupa Manjari and what is the name of them I said Rupa Goswami what is the name of Rati Manjari original name I said Raghunadda Goswami Gurudev you are speaking about big big Takurjis in temple big Sakis Takurji not gopis yes the big ones in the back gopis behind Radha and Krishna who are these Rupa and Rati two gopis are there one is near to Krishna one is near to Radha in Mughir Manjari yes and now you are speaking about Rupa and Rati so there are Rupa and Rati this big one yes near so look big why they look big because they are far and they are very close Rupa and Rati yes ok so the big the big saki is Rupa and Rati why they are very close to us so let let me translate please let me translate значит если мы вот сейчас представим алтарь Германдира то маленькие это саки да гурудэв сейчас сказал какая является какой и какое их служение а две большие которые прям рядышком с Радикой с Кришной это Манжари это Rupa Манжари и Рати и Манжари и говорит почему они такие большие ну казалось бы да где логика Манжари маленькие потому что они ближе они же ближе к Радхе и Кришне они больше должны быть а эти дальше а то что дальше оно маленькое а то что ближе оно больше такая логика и мне пришла одна уникальная реализация после этого когда мы практикуем Манжари Бхаву находимся далеко да мы далеко смотрим на наших Миштадеев либо мы находимся в служении очень близко то тогда они они изменят они изменят они изменят Суспа-гурсвами become guru-манжри. Or you there, as there are ati-манжри. Guru and sishyas are there. So, intuition comes. When you come in practice of your manjari vow, and it starts living in manjari vow, then is a difference. Then, the soul who is practicing manjari vow, he goes near to the radharani, to the rati-manjari. If rati is there, if no rati, it will not happen. And guru is fixed in sarup, so he is in the form of rupa-manjari. And guru-dev говорит о том, что так же, как rupa и ragunadha были учители, ученик, так же и rupa-manjari, rati-manjari, они стоят у радхи и кришны. И когда ученик начинает практиковать манджари-бави, он естественным образом становится к rati, со стороны rati. А учитель, там безопаснее, потому что он ещё вот… а учитель, он уже зафиксирован в своей манджаре-сварупе, он в ней практикует, поэтому он, как является олицетворением рупы-манjari, то есть она, как вот, да, как гуру выступает. И он, и она находится со стороны Кришны. Если интенса-рати гуру дэв, гуру дэв, гуру дэв говорит о том, что вот такова его реализация, что гуру, он находится в рупа-баве, а рупа-бава — это находиться в своей сварупе, в стае-баве. А ученик находится в рати-баве, ему необходимо развить вот эту, да, сильную любовь к рати, да, эмоциональную любовь. Поэтому он со стороны рати-манжари, то есть он, как ученик, он вот в этой рати-баве, да, а гуру он в рупа-баве, в свои сварупы. Очень красиво, Гури. И когда гуру дэв, когда шишья, так вредит и так виноват, то рупа будет распространена и также будет распространена и будет распространена и будет распространена. Да, и тогда, если рати-баве есть, то манам, дескайбл, он также получит рупа. Да, я вам. Если ученик сосредоточен на рати, да, то его рати возрастает, его вот эта страстная любовь, стремление, да, служить к радике, тогда он автоматически, да, все возрастающая рати является причиной возникновения этой рупы, да, сварупы. Это говорит, ну, это не что-то зафиксированное, это всегда поток, да, он всегда течет и течет. И пример Нараяна Махараджи. Шямарани написала прекрасную картину Сева Кунж, где Божественная Чита и четыре рядом с Акки находятся. Нараяна Махараджи. Шямарани Диди написала картину, где Рада и Кришна и четыре саки по сторонам. Это Лолита Вишака, Читра и Чампакалата. И это правда. Но кто-то очень близко к ним, кто-то очень... В некоторых практиках он делает, он говорит, что это мой гурманжи и мой махараджи. для них, кто-то есть Рати. Тогда он открыл эту картину к 1-2-5 человекам. Но те, кто обладали Рати, Гуру Деву, те, кто обладали глубокой, сильной любовью к нему, и только им он открыл, что нет, это не Саки, это манжари, он раскрыл кто. Он не говорил это всем. Для всех это были гопи, но кому-то он рассказал, что это были такие-то, такие-то манжари. И Рати это страстная любовь, такая же сумасшедшая, как в материальном мире, вот это вожделение, которое всех поработило. Нужно понимать, что Рати это оно и есть, только духовное. И нам нужно реализовать эту Рати, войти в неё для того, чтобы понять всё. что-то сказать уже. И Шори сказал, вы типа первый. May I share about this picture? So now, in Japan, we have saw Rasika Sangha, fortunately. And one sharing came last week, I want to share. This is not a materialization, but so one problem, Mr. Kishi-san shared very beautiful. У нас говорит, сейчас в Японии такая Rasika Sangha прошёл фестиваль и одна преданная не расслышала, поделилась по-моему, по поводу этой картины, я хотела бы вам это переносить. And the manjari is here. And this one brother said, this manjari is a finger too. Sorry, Шори, we cannot see, maybe a little bit up. And you know, this glossing of the reflection from the mask. Now we can see the feet, feet. Feet, yeah. Okay. And see that this thumb is some unique figure. Yes, that's right. And he's asking, what is this? And Jainanda Maharaj said one. He's feeling realisation of that. And Jainanda Maharaj поделился своим осознанием по поводу этого вопроса. She's manjari. Она manjari. And she's always ready to serve. И она всегда готова бежать, служить. That's why moving. Поэтому она всегда в движении. This is also nice. And I shared one more. И это прекрасное объяснение. У меня тоже возникло одно. Sometimes manjari have to speak by finger. Иногда manjari говорят при помощи знаков, при помощи пальцев. You know in Nikunja very nice mood. Manjari cannot talk. Вы знаете, что в Nikunja царит особое настроение и manjari не могут открыто говорить. So they are using their finger also for several adam and them inside here look now. И они как будто без слов показывают пальчикам, что смотри, смотри туда. This is secret sign of manjari. This is my small feeling. Just a little bit. And Kishori and her hands, she's holding. She's holding a train so can point only with her toe. You are right. Thank you for your feeling. So nice. Mula Baba come. Jai Rade. Very good feeling Kishori and Jananda Maharaj and you. Jai Guru Dev. Arigato Gozaim Arigato Gozaim 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 Sorry. Maha Mangalati News. Yeah. Yeah. You can say. Yeah. Actually, so she was a little sick in these days. Very sick. Yeah. And her mom want to hide. Now, now, now. But now, so Gurudev did and Gopinatabaya did three days kiltan, 24-7 by 3 means 72 hours kiltan in Munger Mandil. And today, just I talked with Gurudev this morning in Japan, in India also, how about Mangalati did it. Then just on the phone call at that time, so after a long time she wake up. It's very miracle and we realized how big Radha Mohan's mercy. Radha Mohan's mercy is everywhere, but if we really eagerly pray with them with love. Seven days she was in coma. Mohan's one until seven days. Sorry, we have to hide that now. You see that Japanese has so much faith. this is the speciality of Japan. Yes, Kisori? Yeah, we are very sorry because now Mangalati is not only for Japanese devotees. Every devotee knows because she is very close with Gurudev. Especially this last one year she serves here with Gurudev. Everybody loves her. and seriously doing not say to anyone I say to everyone. Never say to me. If you will say I will say to everyone this is my nature. I need to pray. Right? Yeah. And now talk about Mangalati that predate Japanese who служile a lot. And all know it. It's a sangha not only Japanese know. It's a lot of служения she was in seven days. She was home. She was very difficult. And then Kishori asked to her three days проводился Гиртон. И на удивление, когда она сегодня позвонила, чтобы спросить о её самочувствии, прямо в этот момент звонка она вышла из комнаты, у неё состояние улучшилось. И она говорила, что милость Рада Мохана, она очень велика и что-то удивительное. И она просила никому не говорить, но Гурудев говорит, если меня попросить никому ничего не говорить, будьте уверены, что я скажу всем. На этом месте все засмеялись. Вот. Поэтому такие новости. Я хочу сказать, в самом деле, эта бхактика не философия, это science, это реальная история. Я, говорит, хочу сказать моё сознание, бхактика — это не философия, это не какая-то вот наука. Why we need association? Для чего нам нужно общение? Of course, Sādhu-Sanga also and more. In association, we can see many leaders what Radha Krishna is doing with devotees. Для чего нужно общение? Не только для обсуждения, но также мы можем видеть, какие лимы играют Radha Krishna со своими преданными. Now I see my sisters and brothers and I remember almost everyone's private leader we have a relationship for some years. Я, когда вижу своих братьев и сестёр, я вспоминаю те лилы, которые с ними, да, то есть я знаю их истории. Definitely everyone's life become more positive and happy life, isn't it? И, несомненно, у каждого жизнь изменилась с тех пор, как они занялись Бхакци, да, не правда ли? В лучшую сторону, не правда ли? This time Mangalara today's story is also first we are very shocked. История Mangalara тем, мы сначала все были выражены. That's not very beautiful. Ну, теперь у нас поменялось отношение, мы видим эту красоту. Who knows Radha's plan? Who knows план Radha's plan? Then, anything is possible in this world, but just live in mercy, then flow in mercy, no problem. Ну, кто не знает планы, да, какие у нас планы, но если мы живём в осознании, что всё есть милость, то тогда для нас никаких проблем не существует. what we should do just keep Swami's lotus feet and Guru Manjari's lotus feet, then everything is okay. Just Radha is doing everything perfect. What is the problem? We lost our Shurata. That's it. That's why I feel always thanks to my Pachita Parvana Darsis. You are so much. Thank you very much. Always stay with us. Please keep in touch with us. Jelade. Pajalasca, общайтесь с нами, давайте быть все вместе, объединёнными. Rade, Rade. Thank you. Thank you, mama. Mata. Jai Baba. It's Katha. Only Rade, Rade. Only Mangeribaba. Rade, Rade. Rade, Rade. Our business is only Mangeribaba. Thank you. I want to remind you, that I also notice I see as 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 reading, they said you can go Piphao but I can go to the yeah, I I know you I , but I I can go to say I love them. I I like You вообще. Ну, знаете как, это не то, что пик моего наслаждения. Я вижу сколько, что вот он у Рупы Манжери, ну, как минимум в три раза вот все эти миллионы, да, то, что наши Манжери испытывают, описывают, да, у него в три раза это все сильнее. Он до таких пределов вот самоотдачи доходит. Меня это поражает, вот его эмоции Рупы. И мне они очень нравятся. У меня не так много их. Веда Гамадова, Лолита Мадова, Веда Гамадова и Уткалика Валари. Рады, рады. И прям я обожаю вот то, что я присоединяюсь и слышали к матушке то, что Махарадж говорил. Рады, рады. Тэнки, тэнки, Вайшнави. Рады, рады. Вы читаете из Тайбавы, да, у вас уже ум там нет, в Саки Бавы уже не заходят. Да, нет. Как вы помогаете? Рады, рады. Ну, переведите, Галина Махинова. Рады Говинда, he's saying, he also wants to add that he's confessing that he adores Rupa Goswami's books because he sees there the highest limits of feelings and he's saying that it's like like topmost and the last time when he used to when he read from Vidak Damadova, I think, yes, and Gurudev said that you are reading from the Sаки Бава and Rada Говинда he's saying that definitely not because he's totally in Radhika but he likes Rupa Goswami's books because he sees there the highest limits of this his Bava his Kinkari Bava his Manjari Bava and he adores it so much he's very impressed by these books he has not so much he's saying only like three or two or three but for him it's a great pleasure to read these books and to see to feel the emotions of Rupa Manjari Yeah, Gavinda Mahini I wanted to say that I that I'm not just a kind of youskochka I 9 times Shishiratka Suthhaniki there 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 minus there 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 and it it a year to every day every day to the stich you do the sleds like Ananda to the babad the 10 years I with 10 years on the Sada Maharadja 10 years every day I meditated on my prayer about the beginning it's the first book I after 9 or 8 I asked if I can finish my life with one book and the second book I read 6 times about Kusumandjali 6 also it's a year Rada Rada Gavinda is saying that he's not like only talking but firstly he he read 10 times Rada Rasa Sudanithi and he was reading like one verse per day because he's a teacher Ananda does Babaji Maharaj he's Shiksh Guru Dev he gave him this Shiksh you should read one verse per day and you should cry you should be so absorbed and so immersed that you should cry with feelings you should read not like a book so Rada Govinda he's saying that he for 10 years he was reading and rereading these books Rada Rasa Sudanithi and six times he was reading Vilapakus Umanjini the same method it's like one verse per one day and he was really diving deep and so absorbed that he has this crying and all the emotions so for him it's not like only talking and because he's feeling and he was saying that I was so so attached to these books that I asked devotees can I read only this book and nothing else because it's like it seems like all perfection there it's like enough one book is enough two books Vilapakus Umanjini and Rada Ras Sudanithi so for him it's like not just a sound for him it's life his life yeah and it's lalitavishakov they nobody is to rupai ratis one that he showed this His it's not just it's it's a 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 t a a a a a a Вот эти две группы, Рупа и Рати, затмевают, они больше, у них столько любви. Вот эта любовь, она пьянит, сладит, наполняет ее на любовь. Спасибо Саду Махараджу, Сумнити Матушке, Гавраване, всем Вайшнавам. Рады, рады. Рады Говинда, also, he's sharing his feelings about today's realization of Gurudev, he shared, yes, with us, that these biggest, these bigger sakis, they're actually manjeris, because manjeris has, they're more close to Radhika, they're painting her body, they're painting her feet, they're giving her oil massage. So, they're the most, the closest, and they have the biggest love, so, they should be really bigger, although they are smaller, like, in age, but they should be bigger, because they have bigger feelings. So, for him, it was like a big surprise, and he's very thankful to Gurudev. Сори говорит, что она хотела бы поделиться, хотя, говорит, время вышло уже, хочу поделиться. Вчера мы читали книгу «Сокровенный путь преданности», там было тоже Таликавал. So, Сумнити Диди said, so, she is reading Токарикавалари also, and, you know, Токарикавалари is all verse, it's 71 verse, and last moment 69 verse 69. Вчера говорили, да, Сумнити Диди упомянула про 69 стих. И вот в этом стихе что говорит? Рупагасвами, он говорит, мне нужна бава, мне нужна бава, несколько раз слово бавэ бавэ, он говорит. This is very astonished, because not a premu, no, бавэ бавэ, we need бава. Он не говорит, что нужна према, он говорит бавэ бавэ, нужна бава. О, бавэ бавэ, 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 Маши-маши, пожалуйста. Но это очень помогает нам. Какой последний момент, Рупа Госвами? Продолжайте бава. Бава – это единственный способ. Мы нужны бава из ассоциации. Это Рупануга. Что такое рупануга? Что нам нужно от общения друг с другом? Нам Шиларупа Госвами сам об этом говорит. Он говорит баве-баве. Он говорит бава, бава нужна. Что такое рупануга? Бава. Бава has to be condensed. That is the work of rati. Yes. Тай обводил. How to make condensed to my bhum, to increase my rati. Madness for you. No way out. И нет другого пути, кроме как конденсировать чувства, да, то есть предавшись полностью рати, взращивать вот это духовное безумие любого. Но вопрос, да, говорит, ну мы же рупануги, он говорит, но рупы без рапунадхи не бывает, рупы без рати не бывает, они вместе. И если не будет желания рупы, то и рати не будет сильнее увеличиться. Рати и рупа работают вместе, иначе не получится. Рупа – это гуру, а рати – это шиши ученик. Рати и рупа – это гуру, дроже. С cloudy, это гуру, дроже. Свит, свит. Рад и рад и баба. Я хочу сказать, что это сакхи, они говорят это сакхи, потому что когда я первый раз пришел сюда и с Севакунжа, это такурджа, свои это, из-за такурджа и один пуджари, он их служит, когда я первый раз пришел сюда, я спросил, кто это? И этот пуджари, он сказал мне, это сакхи, это вот гопис, он сказал мне, как..." И я спросил, что окей, 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 и тогда в лекции, The disciples of Shila Narayana Maharaj told me that it is like not gopis, it's like manchuris. So you completely, 100% everything truth, because when you are not close, they will say it's like gopis. And actually, if I will not do rati, only the words will be there, realization will not come. We will talk philosophy, but without realization, emptiness. And when really rati, like one person, becomes mad for sexual desire, and he cannot think and dream anything, he cannot see outside other or sitting or not, he becomes crazy. That craziness has to be there, a spiritual craziness, that craziness comes for spiritual life. Pagla, Pagla, this madness comes. Like a lusty person is Pagla, Pagla, that Pagla, that madness has to come for divine. Pagla, Pagla. 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 сосредоточенными в своем желании духовном, в своей цели. Поэтому Гуру Дев говорит, всегда делайте Говардан, Говардан, да, Говардана, это поднятие своих духовных чувств, взращивайте, взращивайте свои духовные чувства, поднимайте всегда. Духовные чувства. Говардан, can't you do this for us? Yeah, Говардан, I think you have to do this. You do, I will enjoy that you are doing for us. Please go to the... Yes, Narayan Maharaj is telling, we are like a dog in the home. They are keeping one picture that you do everything. You are my dog. You have to take care of my home. And I will do my dog. Yeah, relax. Narayan Maharaj, listen, I was sitting. He said, we are like a dog. One picture of a dog, they keep it. Guru is like a dog. That you do now. I will be relaxed and work nicely. Now you protect my home. Gurudev says, he has heard, how Narayan Maharaj said, that they are doing as a dog. A dog, who has to keep the house, has to run everywhere. He is a navigator. He will guide us. And we have to do it. That's the point that I ask. That practice is my practice to do, to realize it. Практику нужно совершать самим, потому что гуру только навигатор. Он ведет нас к нашей цели, но мы должны делать сами. Beautiful words. Your king also is a Mahajan verse. You see this? Everything is teaching. Who has the realization, his all words are teaching. That's the point. Тот, кто имеет реализацию, каждое его слово, оно слово, учение, да, это учение. Gurudev, in one sense, I understand what Gopinath said, because actually... Gurudev, in one sense, you are really doing, because actually, when we speak, you are speaking through us. So, your feelings are going through us. We get them, at least, something. And we try to remember, because feelings actually stay. Thoughts, not. But feelings combined with thoughts, deep impressions will stay. So, actually, you are giving us these deep impressions. So, actually, you are really doing the work. I see like that. We are doing nothing. I am doing nothing. I am learning every moment, I see you. Today, Mahabhava is asking questions and I am learning. You see that? Who is guru? She is teaching in the morning, and I become a student. And Gauravanya said, that in fact, you are doing the work, because you give us not only words, but also впечатления, глубокие, well, samskara, right, in the heart. Gurudev said, that I am not teaching anyone. Today, the question came in the morning, and I am, as a teacher, answering the question, I am being a teacher. Who could do the big job? I am asking, is it mercy for me? Because she asked me this question, and for me it is a great meaning. Who is disciple and who is guru? Who is guru? Ocean and river. It is like ocean and river, and Gauravanya said, that's the one who is guru. To do that, to do that. Get in a good, where I see, where I see, is my gurudev. Where I see, is my rupa, then the sea grows. Right? So everywhere. Where I see, is my rupa, where I see, is my rupa. Where I see, is my rupa. Right? And where I see, is my rupa. And where there is no place where Gauranga is not there. That is really oneness, Gurudev. Это единство, это божественное видение. Спасибо. Спасибо.